Доброе утро! Начиная с сегодняшнего дня и по 8 сентября включительно в России пройдет единый день голосования. В Карачаево-Черкесии запланировано 15 избирательных кампаний разных уровней. Накануне единого периода голосования руководитель избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева рассказала журналистам региональных средств массовой информации о степени готовности республики к предстоящим выборам. Так, в течение трех дней, 6, 7 и 8 сентября, жителям предстоит определиться с кандидатурами депутатов в народные собрания. Кроме того, в девяти муниципальных районах и двух районных центрах выберут составы законодательных органов власти. В Черкесске открылся ситуационный центр общественного контроля за голосованием на выборах. В течение трех дней проведения избирательной кампании данная структура будет отслеживать работу участков. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открытие ситуационного центра позволит сотрудникам общественного штаба отслеживать деятельность избирательных участков. На открытие этой структуры в общественной палате Карачаево-Черкесии приняли участие представители политических партий, общественных организаций и те, кто входит в общественный штаб. Ситуационный центр – это в первую очередь обеспечение открытости и независимости выборов, подчеркнула председатель общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Ляшова. Сегодня мы ставим небольшую точку в работе общественного штаба. Говорим о том, что завтрашнего дня с 8 часов утра, когда откроются избирательные участки, откроется и по существу активная деятельность ситуационного центра. Да, сегодня мы говорим о том, что уже наш телефон работает. Мы готовы получать и днем, и ночью сообщения от наших наблюдателей, от избирателей о том, как проходят выборы. В течение этих трех дней голосования в ситуационный центр может обратиться каждый житель республики. Мониторинговые группы общественного штаба общественной палаты будут следить за ходом выборов на местах и отслеживать в сети интернет, чтобы не появлялась фейковая информация. «Выборы должны проходить без никаких нарушений, и за этим мы будем пристально следить», отметили эксперты общественного штаба. «Создание ситуационного центра и его работа – это, конечно, тоже очень значимый этап. Почему? Потому что именно ситуационный центр, сотрудники его, все члены штаба, общественного штаба, штаба по наблюдению за выборами, они будут принимать участие в работе ситуационного центра. Мы будем отслеживать все происходящее на всех участках. Будут мониторинговые группы, которые будут отслеживать это. И я, как руководитель экспертного пола, гарантирую работу, объективную работу экспертов». Все собравшиеся выразили благодарно всем, кто принимает участие в работе ситуационного центра и подчеркнули, что именно слаженная работа позволит провести выборы без каких-либо нарушений. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите информационный выпуск Вести Карачаева, Черкесия. Хорошего всем дня, приятных выходных и до встречи в эфире. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный. Ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11, днем будут порывы до 18. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днем 18-23 градусов тепла и местами до плюс 14. В южных районах высокая пожароопасность, в Черкесии кратковременный дождь и гроза, в ветер восточный 6-11, днем будут порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 21-23 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин